Страшно, вот когда там туда дальше пошел черный, черный, черный такой дым прямо, вот тут все небо было черное. Этот год жители Горевского района запомнят надолго 7 июня. Именно в этот день люди заметили возгорание лесного массива. Всему виной сухие грозы. Огонь распространялся стремительно, ухудшало обстановку жара, плюс 40 градусов на солнце и сильнейшие порывы ветра, которые достигали до 20 метров в секунду. На второй день пожара в районе объявили режим чрезвычайной ситуации. На помощь огнеборцам из Красноярска вылетел самолет «Амфибия». За эти дни он сбросил на очаг возгорания больше 50 тонн воды. В ликвидации пожара участвовали 216 огнеборцев и 54 единицы техники. Им помогали сотрудники холдинга «Алтай-Леста» и «Боровлянского лесхоза». Максимально сложный был пожар. Люди работали отважно, самоотверженно. Самая большая проблема пожара заключается в чем? В порывах сильного ветра и высокой температуре окружающей среды. Жара там, я не знаю, градусов до 60 точно доходила. Было очень жарко. Расстояние до ближайших населенных пунктов сокращалось и составило уже менее 10 километров. Мы переживали. Мы уже думали, может, там будут эвакуации. Уже думали, как будем уезжать отсюда. Как будто, знаете, туча была с севера. Мы думали, что туча идет. Слава тебе Богу, хоть дождик пойдет. А когда разглядели, то поняли, что это не туча, а это пожар. Потому что здесь чисто, а тут темно. Страшно было, что, не дай Бог, и лес жалко. Самое главное, что бур жалко. Сухо и быстро. У нас дождя не было апрель, май, июль. И лишь в субботу, 10 июня, пожар удалось полностью локализовать. От огня пострадали не только люди, здания, зеленый мир, но и животные. Кто-то пытался спасись от огня, но их находили сгоревшими. И в воде животные тоже находили укрытие, но, к сожалению, большинство из них утонули. Еще два плавают. И вот я вытащил еще одного. Ну все, он не дошел, не доплыл. Чуть-чуть не доплыл. Жалко. Они переплывали у озера. И, как бы, они, так понимаю, утонули. Причина, возможно, из-за того, что, может быть, обожженные легкие были, может, просто сил не хватило. Этих животных потом ветром прибило. Ну, там волонтеры вместо с охотниками собрались, ветеринарии. Все это дело увезли на утилизацию волчиху и там в крематоре сожгли. Общий ущерб и предстоит только подсчитать. Пока что известно, что площадь пожара достигла 8 тысяч гектар. Это почти 8 полноценных футбольных полей. На контроль эту тему взял прокурор Алтайского края Антон Герман. Накануне он оценил все меры по устранению огня во время поездки в район. По его поручению была открыта горячая линия в прокуратуре Егорьевского района и региона. На особом контроле ситуацию держит и Виктор Томенко. Им была проведена комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС на сегодняшний день в Егорьевском районе снят. Местные жители могут выдохнуть. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.